Девушки отдыхают Девушки отдыхают У нас здесь изучаются с вами опытные полевые отряды Разведданных у нас там 50, элирия 55, кредитов 60 Кредитов очень мало На спецоперации пока никого не отправляем, потому что людей не хватает Ну и что у нас в городе творится? В городе у нас, во-первых, есть остановительный налет потомков Этим с вами будем заниматься, потому что это сократит количество дней Основного задания, да? Сложная задача Потомки по неизвестной причине атаковали местный завод Полиция 31-го отцепила периметр, но арест поручила нам Награда плюс 2 дня до открытия операции Минус 1 недовольство в районе Рыбацкий пирс И 35 кредитов Хорошо Какие варианты здесь? Техподдержка Тоже сложная Один из патрулей полиции 31-го Обнаружил незарегистрированный, но хорошо охраняемый сервер Отключив его от сети, мы получим информацию, которая наверняка поможет в текущем расследовании 65 кредитов Но, опять-таки, не получается отправлять на все задания К сожалению Так, а что у нас по нашим полевым отрядам? Сколько у нас их всего? Раз, два, три, да? Чтобы это выполнить, надо четыре Есть возможность открыть еще один У меня как раз 50 кредитов Я вот думаю, наверное, надо будет на Элирий Ну, тут без разницы, в каком районе открывать, в принципе Давай, вот, инженерный отдел Все, хорошо Элирий есть, и мы, в принципе, сможем где-нибудь потом карантин поставить И таким образом снизить Здесь пока поднимется, здесь тоже поднимется Здесь не поднимется-то мы не дадим Давай, наверное, где-нибудь в железнодорожном районе, да? Да, окей Так, ну и По отрядам, кстати, нашим Может, что-нибудь надо будет поставить? Так, у нас Идешь ты У тебя оснащение, к сожалению Кто-то, боец ближнего боя Тебе, конечно, надо бы поставить броню Какое-нибудь улучшение, да? Что у тебя? Вот Волокт тогда, пока я тебя уберу Поставлю туда тебе Дальше У тебя опять-таки ничего У тебя ничего Пулемет снять нельзя, к сожалению, да? Модификации Никаких новых нет Подрывной заряд Трассирующие пули У тебя тоже пока ничего нет А могу что-нибудь купить, кстати? У меня Сколько получается? 60 кредитов? Так, мне бы Волокна На 50 Я думаю, да Давай возьмем еще Одни волокна В оружейку Так, и ты у нас Давай, наверное, тебе поставим Так, заменить оружие мне нечем К сожалению Здесь тоже снова ничего нет Так, ну вперед Вперед на сложное задание Не знаю, справимся Нет, посмотрим Будем стараться, по крайней мере Незрядная часть подготовки агентов Посвящена спасению заложников Так что вы знаете, что делать Сорезоточьтесь на врагах Которые угрожают ВИПу И доставьте его В безопасное место Как можно скорее То есть мы с вами будем Спасать ВИПа Ожидаемые параметры Вход Окно Ожидаемые противники Один Что такое значит? Непонятно Поехали У нас только вот У терминала нет уклонения А так, в принципе Все отличненько Поехали Потомки пытаются похитить Сектауида прямо с его работы Уведите его оттуда Режим проникновения Ох ты, ешки-матрешки Так, враги наносят на один больше урона Во время проникновения Проводство Все, воспользуясь этим входом Бойцы Получат плюс 3 К передвижению На один ход И здесь Улучшенные рефлексы Все, воспользуясь этим входом Бойцы получат плюс 25 К защите на один ход Так, здесь Передвижение Ну давай Передвижение пойдет У нас с вами зефир И ему будет еще больше Передвижения Да Здесь первым пойдет Тогда Ну пусть будет Наверное Крестная Затем Херувим Затем Терминал Ну и Понеслась Так Сто процентов Но он пока не готов Это тоже не готов 86 У него агрессия Попробуем 67 60 60 Ну это вообще ни о чем В принципе Ну пытаемся добить Хотя бы одного Так, ну вроде он улетел 61 Теперь попробуем Вот в этого товарища На троечку Так подожди У тебя тоже есть оружие Или нет у тебя оружия Бесстрашное Наступление В смысле Живой он остался Блин Мда А вот и наша Цель Доставьте заложника Безопасное место Тут бы Выжить бы С маму Сначала 85% Ну давай Надо его бить А этот Сверху будет Так Давай наверное Сделаю командную работу Зефиром Так Потому что Буду сейчас стрелять Я вот В ту цель Да Отлично Минус цель Так Зефир Здесь Клещи Удар Зефир Нужит врагу Удар И накладывает На него Негативный Эффект Враг Может быть Разоружен Дезоритирован Оглушен Или обездвижен Эта атака Исключает промахи И активирует способность Инерция Ну Давай Не подожди 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 Что ты делаешь Я хочу С этой стороны Зайти Можно Так У тебя В принципе Еще ход Остается Да Ход Оттолку Да Ну В принципе Она Сможет Залезть Сюда Вот Так Следующая цель У нас Вот там Стоит Ага Но По-любому Тогда Выживет Здесь Здесь Тоже Получается Выживет А Так Будет Не он Атаковать А Какой Это Пятый Скорее Вот этот Будет Атаковать Он Второй Но он Далековато До меня Но ты Будешь Следующим Поэтому Я буду Бить Тебя Сейчас Подожди Может Не какую-нибудь Занять Позицию Более Хорошую Ну Как бы Здесь Я Получается Открытый Давай Наверное Я Ход Сюда Сделаю Так 69 Еще Хуже Ну Ладно Урон Троечка Да Как я Говорил В принципе Он Будет Атаковать Так Ты Следующая 81 Но Его Опять Таки Ты Не Добьешь Даже Если В принципе Ты Подойдешь К нему Ты Его Не Добьешь Прицельно Огонь А Выпускает Не наносящий Урон На Предупреждительный Выстрел Вынуждая Врага Отсрочить Его Действие Что Бо Это Значило Ну Попробуем Давай Да Он Получается Ушел Назад Теперь Я Могу В принципе Стрелять Окей Да Ладно Ты Издеваешься Блин Да Что Ж Так Это Вот Так Боже Грохнуло 81% 81% Мать Его 1% Вот Мне Поэтому Игском Вообще Не нравится Вот В этом Плане Да Мне Вообще Игском Не нравится Честно Если Взять На То Не Очень Тактическая Стратегия Для Меня Вот Мутанты Гирсы Отличная Игском Вообще Мне Не Нравится Так Ну И Как Мне Быть С Тобой Так Этот Будет Ходить Да Ну Давай Ход Сюда Сто Процентов Хоть Есть Крит Уже Хорошо Так Зефирчик Переходит Да Блин Давай С этой стороны Так Так Второй К сожалению Действия Делать Нельзя Можно Ближе Подойти А давай В принципе Подойдем Че бы Нет У нас Тут Хороший Как бы Укрытие Так Ну давай С тобой Разбираться Хервимчик Можешь Подойти Сюда Шансы Попасть Будут А он Кстати Последний Остался Я думаю Что это Будет Нормально Давай Хотя Его можно Было В принципе Арестовать Да Че бы Я Ну ладно Пофигу Сейчас Еще промажет Не Попал Попал Нормально Так На конец Следующего Хода Будет Проникновение Куда Мне Тащить Випа Ага А Вип А это Ты У нас Будешь Ходить Нет Это Будет Ходить Вип Серьезно Так У нас Получается Только Терминал Остается А все Остальные По идее Свалят Ну Почти Свалят Давай Выходим Да Выходи Эвакуируемся Зефир Тоже Выходит Так Херувимчик Выходит У Випа Получается Всего Только Один Ход А не Два Два Хода У него Так Ну Терминал Держись Нормально Справились Прям Хорошо Все Нас Тут Не Было Легко Ранен И Ранен Прям Выполнено Отлично Вообще Шикарно Сектоид Вип Эвакуирован Этот Сектоид Был Нужен Потомкам Из-за Того Что Создал В годы Войны Он Принимал Участие В формировании Псионической Сети Адвента Если бы Им удалось Ее Воспроизвести Они Починили Бо Все Гибридов Не Успевших Удалить Псионические Чипы Поступление Из архивов Вердегрис Волна эмоций Захлестнула Меня Как только Они Атаковали Город 31 Ужас Бивал С ног Будто Взрывная Волна Я Постарался Скрыть От Крисолидов Столько Умов Сколько Сумел Я Говорил Себе Что Действовал В собственных Интересах Но Благодарность Тех Кто Уцелел Я Впервые Почувствовал Эту Эмоцию В свой Адрес Она Изменила Ход Моих Мыслей Я По-другому Взглянул И на Людей И на себя Иначе Увидел Наше Будущее Фрагмент Передачи Ретроспектива На 37 Канале Эпизод Бойня В Клоповнике Состояние Проекта Агент Затяжка Завершает Курс Подготовки Улучшенной Рефлексы Это Прям Хорошо Уровень Недовольства В районе Рыбацкий Пирс Упал До Нуля Уровень Недовольства В районе Городской Центр Вырос До Двух Уровень Недовольства В районе Воззавышенность Ренова Вырос До Одного И уровень Недовольства В районе Трубы Вырос До Двух Окей У меня есть новая информация о боевиках, организовавших покушение на мэра. Сразу после войны город-31 призвал все окрестные человек из противления поддержать мир. Эти боевики были частью сети Саракопот, которая следила за порядком до появления в 31-м настоящей полиции. Они покинули город, когда городской совет разрешил гибридам и пришельцам вернуться в общество. Решили, что не станут защищать тех, кого убивали всю войну? Похоже на то. После 2037 года они перебрались в выселки и теперь отторчат в бараках, где травят байки о своих подвигах. Похоже, тупик. Возможно, но что-то побудило их организовать покушение. Не теряйте бдительности. Окей, не будем терять бдительности. Так, незанятые агенты. Полиция город-31 арестовала двух человек и сектоиды, снявших свои подавления прямо посреди проминута, но предпочла скрыть факт телепатического нарушения общественного порядка. Это была акция протеста, которая зашлась слишком далеко. Вот и все. Один из протестующих выразил несогласие. Подавители причиняют физическую боль. Мы имеем такое же право быть свободными, как и все. С вами Силио Дэш, репортер канал 37. Так, незанятые агенты. Понятно, доступно повышение. Вот это прям хорошо. Так, уровень анархии, это мы сами почитали. Курс подготовки пройден. Взлечет шрам медлительно, снижение уклонения. Так. И нам бы надо сюда поставить вержа теперь. Так, а что у него по базовой подготовке? Увлечивая здоровье, получается, всего лишь, да? Так. Сюда тогда назначаем затяжку. Хотя, мне кажется, вот получается и так все же один день остался. Правильно? Как ни крути. Давай отправим затяжку на спецоперацию. Что нам надо? У нас разведданных вообще нету. Как бы странно, у меня два этих полевых отряда, которые собирают разведданные, а разведданных нет. Интересно. Так, здесь деньги. Здесь разведданные. Здесь Эллерий. Ну, Эллерий пока нормально. Денег пока, опять-таки, не хватает. Давай, наверное, разведданные. Или все-таки деньги? Ладно, давай деньги. Так, что у нас в итоге по городу? Так, ну это быстрая операция. Здесь, получается, еще два дня. Здесь еще пять дней. Здесь требуется наличие хотя бы одного и более отряда третьего уровня. Но это пока еще далековато. Да, здесь, получается, три дня еще осталось. Так, и здесь мы с вами можем получить либо Эллерий, либо разведданные. Разведданные. Следите похитителей сплавов. Местные воры продолжают красть грузы из автоматических грузовиков, перевозящих ценные сплавы. Местный завод предлагает награду за каждый возвращенный нами ящик. Здесь. Осмотрите место преступления. Звонок из полиции 31-го. Подозреваемый вытащил запрещенную пушку и открыл огонь в ходе задержания. Они предлагают нам осмотреть место преступления на случай, если это поможет текущим расследованием. 60 разведданных. Это полезно, поэтому отправляем туда БТРчик. Связь с нашим текущим расследованием оказалась поверхностной, но мы поняли, как рассуждают наши противники. Проект, кстати, завершен. Уровень недовольства в районе возвышенности Ренова вырос до двух. Окей. Так, давай смотреть. Я думала, ты собиралась в отставку. Думаешь, мы еще не готовы? Две лямки на твоей разгрузке пострепались, и ты напрягаешься. А вот и нет. Или да? Да, поэтому лямки истрепались. Так что я вам все еще нужна. Ну, то есть никакое там уже недовольство растет. Так, полевые отряды можно улучшить до второго уровня хорошо, а можно легко улучшить до третьего. Новый предмет на складе улучшение. Доработанная броня. Это будет прям приоритетная задача, да? Полевые отряды экспертов аж 6 дней. Это 8 дней. Давай сюда, потому что все-таки мне надо потом прокачивать хотя бы один сделать полевой отряд третьего, чтобы можно было тремя функциями уменьшать недовольство в районах. Так, и сюда надо будет поставить... А, у меня некого ставить, кстати. Кстати говоря, ставить-то некого. Ну да ладно. Так, это не то. О, спасибо. Пока некого. Что у нас в городе творится? В городе есть две операции, да? Ключевой персонал и растущая индустрия. Но это немножко попозже будет. Здесь пока мы ничего не покупаем. Что у нас здесь? У нас есть тут повышение. Да, это у меня, кстати, второе будет повышение. Здесь у нас последний шанс. Если крестная не имеет негативных эффектов и получает достаточно урона для кровотечения, у бойца остается одно очко здоровья и возникает возможность действовать сразу после текущего хода. Используй только один раз за заданием. Паника. Крестная стреляет по врагу, вынуждая его сменить позицию. Такой выстрел не наносит врагам урона, ходов до предсерядки один. Возьму тебя. Таким образом, скорее всего, враг будет менять свою позицию. Возможно, это мне поможет. Поэтому давай я возьму лучше панику. И, в принципе, пока все. Пока все. Нам бы так снаряжение посмотреть, да, наших ребят? Ну, допустим, у тебя пока ничего нет, да, по оснащению. У тебя волокна есть. У тебя волокон нету. У тебя волокна есть. У тебя волокна есть. Ну, под перчатком, к сожалению, тут ничего не сделаешь. Только можно стурмовые предметы брать. Здесь. Вот сюда бы добавить, наверное, урон бы на пистолет. Это было прям хорошо. Ну, давай зайдем в магазин. Мы либо сейчас возьмем уклонение, опять-таки. Либо что-нибудь на урон. Давай по оружию. Емкость магазина нет. Приклад. Промахи пристребляют наносит цель. Хотя бы одну единственную сторону. Но тоже как бы так себе занятие. Первая перезарядка в бою не расходует действие. Это, кстати, тоже полезное. Трассирующие пули и инъекционные пули. Ну, как бы получается, что идем в броню. А здесь что? Вспомогательная это аптечка, гранаты. Ммм, кстати. А вот эта граната хороша. Выводит из строя все огнестрельное оружие в широком радиусе. Это прям супер будет. Так, ну робота пока не модернизируем. Сколько ты стоишь? 35. Тогда остается, получается, 40. Блин, а это 60 стоит. Ну ладно, давайте пока лучше все-таки волокна возьмем. Ну и добавим тебе тогда. Немножко пусть будет уклонением. Так. Здесь еще получается ход, здесь еще получается два. Ну, вроде как все. Все, что хотел, я все поставил. Это все тоже мы с вами поставили. Ну, можно, наверное, переходить дальше. Так, разведданные, кстати, есть разведданные. А, лучше мы что-нибудь можем ставить, да? Правильно? Давай, наверное... А, это кредиты. А мне бы разведданные. А, так у меня один, все же, отряд по разведданным. А мне не хватает все равно, у меня 75. А, ну тогда я предлагаю поставить, наверное, еще один полевой по разведданным. Будет 165. Да. Окей. То есть у нас там есть по деньгам и два по разведданным. Улучшение стоит, получается, 80-ку и там, и там. Да. И там, и там 80 стоит. Хорошо, поехали выполнять это задание. Давайте выбирать какое. Ключевой персонал. Как вы знаете, наше положение в городе 31 довольно шаткое. Мнение членов городского совета о нашем будущем разделилось. Поэтому мы будем делать то, за чем приехали, и занимать опасную технологию тех, кто хочет навредить городу 31. По мере того, как агентство будет собирать информацию о таких важных заданиях, ясно добавлять их на карту. Оспорить наши полномочия они не могут. Защищая жителей этого города, мы докажем серьезность своих намерений. Так, ключевой персонал, сложность сложная. Неизвестные враги захватили заложника и отступили в этот район. Штаб XCOM утверждает, что заложник крайне важен для благополучия города. Получил с вами анализатор цели, снаряжение для проникновения. А, это, кстати, интересно. А здесь что? Тоже сложное. Враги захватили ученого, работающего на одной из вертикальных ферм города 31. Штаб XCOM считает его спасение приоритетной задачей. Свободные отряды. Что это даст? Непонятно. Минус два недовольства в районе набережная. Ну, как раз, в принципе, и уберет недовольство, правильно? И свободный отряд. То есть, может быть, появится еще одно место, которое мне не хватает. Давай. Оставляем все как есть и вперед. Подтверждаю, это дружественный вип. У нас какая-то серия выходит именно на спасение випов. Так, здесь. Слабая видимость. По врагам труднее попасть. Улучшенные рефлексы. Все, воспользовавшись этим входом, бойцы получают плюс 25 к защите на один ход. Шумом и грохотом. Никто из охраняющих этот вход не агрессивных врагов не будет готов к бою. Наблюдатель. Последний, воспользовавшись этим входом, боец автоматически перейдет в режим наблюдения. Ага. Так, ну понятно. Взрывать у нас будет крестное. Дальше пойдет у нас зефир. Потом херувим. И у нас пойдет терминал, сразу будет в наблюдение. Поехали. Так, не готов, не готов. Опа, опа, опа. Подожди. Чародей. Ничего себе. Так, ну этот 54 и тем более вряд ли нам попадет. А вот этого товарища прям надо мочить. Так, 100% это вон туда, да? Ну опять таки, 100% шанс, но непонятно сколько я там его вырублю, да? Ну давай. 86. Надо добить этого товарища. Он какой-то мощный. Да блин, оставили одно здоровье, серьезно? И живой, конечно же. Так, а тут еще какая-то есть улика. Три хода осталось. 88%. Так, ну это какой-то громила. У него плюс еще и броня есть. А давай, кстати, панику сделаем. И че? О, молодец. Сработало наблюдение. Следующий на троечку. Это кто? Раб будет стрелять, да? 68% попасть. Его, конечно, может попасть... А, нет, вырубить не получится. Вырубить не получится. Держание. Да не того. Так, подожди. А, задержание ты сделать не сможешь. Ну, тогда стреляешь 68%, вообще не попадешь. Там, наверное, 100%. Тут 62. Мы вообще ни о чем. Поэтому... Не, молодец, попало. А, кстати, у кого трассирующие пуль-то были? По-моему, у нее же были трассирующие пуль, да? То есть враг не должен был умереть. Так, калечащий удар. Ну, блин, он останется живой. Вот че сложность-то. Давай-то, допустим-то... Сразу сдохнет. А тот-то непонятно. А, ну того будет, кстати, эффект какой-нибудь. Он, может быть, будет безоруженный, что-нибудь еще. Ладно, давай сюда. Рискну. Дезориентация. Что бы это ни значило. Что бы это ни значило, дезориентация. Так, ну он может дальше, получается, уйти. А че бы нам и не уйти сюда. Противника нет все равно. Мы заберем награду с вами, че бы нет. Хорош. Сейф с контрабандой. Так, ну осталось их, получается, двое. Шансы попасть. 54, 32. Куда-либо перемещаться. Тут только открытая позиция. Ну ладно, давай, наверное, сюда перейдешь. Поближе. Ну, попробуй. Хорош. Да ладно, я ж был в укрытии-то, блин. Еще не четверка на него, серьезно? Где справедливость в этом мире, непонятно. Так, ну опять-таки, скорее всего, будет у нас где-то проникновение. Шансы попасть какие? 35%. У него, кстати, было ошеломление, блин, а он попал. Вот и нечестность этой игры вообще никакая. Че мне делать-то? Арестовать она не арестует его 100%. Да, задержание даже недоступно. Ну, давай, наверное, куда-нибудь сходим лучше. Ходов, в принципе, еще получается там много, поэтому... Ну, я имею в виду, что есть ребята, которые смогут что-либо делать. А, здесь, получается, два уровня, да, у нас? Ну, стреляй. Промах, конечно. Так, задержание делай, да и все. Я сказал, задержание делай. Противник нейтрализован. Хорошо. Следующее проникновение. Капкан мгновенного действия. Первый, воспользуясь этим входом, боец будет обездвижен на один ход. Ну, вот опять, да? Обездвижен. Ну, и кого? Зефир мне нужен, это по-любому. Давай, наверное, я лучше обездвижу терминал. А, нет, или обездвижь Херувим, потому что у него здоровья так уже маловато. Все остальные хотя бы будут двигаться. Ладно, давай будет Херувим. Потом. Крестная. Зефир. И терминал. Поехали. Так. 61%. Ну, блин, ну промажет же. Ха-ха-ха, я же сказал промажет. Как знал, как знал. Как знал, это тоже сейчас промажет. Не, на четверочку она не пора-то нанесла. Так, солдат. Ммм, давай, наверное, бесстрашное наступление туда лучше сделаем. Ну, блин, да добейте вы его же в конце концов. Все остальные они не готовы. Да ладно, блин, на двоечку, серьезно. Вообще ни о чем. Это наш вип. Да это я понимаю. Вытащик от заложника. 78. 53. А кто будет первый-то ходить? Раб будет ходить. О, там 35 всего лишь урон. Серьезно? Нет, давай тогда попробуешь сюда, что ли. Хотя, подожди, стоп. Ты же можешь... У тебя два хода. Раб стоит здесь. Кому-нибудь дать защиту? Нет, команда работает рановато. Щит кинетический. А, ты, кстати, можешь себе дать. Ну, давай вот на нее лучше. Ну и стреляй, 78%. Эй, промо. Молодец. Вот что бы ты не попал бы по-своему, а? Было бы прям здорово, если бы попал бы. Так, этот будет ходить. 59% вообще ни о чем. А, ну его, кстати, можно оттеснить. Не, подожди. А у кого была возможность его оттеснить? А, по-моему, это было у этого терминала. Панику там можно сделать. Чтоб он сменил укрытие. Угу. Так, 99%. Ну, это буду ходить восьмым. Туда я не попадаю. Можно сюда. Бочка взорвется. А, стоп. Это же там чародей стоит. Ёшки-матрёшки. Но чародей-то это плохо. Но опять-таки, бочка сразу взорвется или не сразу? Ладно, пробуем. Сразу. Хорошо. Отлично. Сработало уклонение. Хорошо. Так, ну давай, наверное, мы его задержим. Ну, её-то не задержишь на 100%, чародей, поэтому смысла нет. Сюда бежать я не вижу. По идее, тут должен быть в защите. Давай, наверное, его оглушим. Отлично. Угу. Подлечили чародейку, да? Угу. Во! Давай, срочим действие на чародейку. Хорош Так, ну и шансы Шансы его убить есть Поэтому давай стреляй Так, теперь с тобой как быть Так, подожди А ты же можешь сюда подойти И в бочку стрельнуть Она же взрывная, я правильно понимаю? Что, не взрывная что ли? Да блин, я думал она взрывная Точно такая же стояла там И она взрывалась Ну попасть мне 54% вообще ни о чем Не, давай сделаем командную работу Да, поставим зефира Окей Ну и давай в него 85% Урон на троечку прям мощно Так, зефирчик Да давай Не удивимся, это все понятно Да ладно, не страшно Давай, наверное, сюда Ударил, отбежал Заныкался В смысле у тебя нету, блин? А, ну у тебя хотя бы бесплатно есть Это попозже тогда 59 59 маловато Надо ее убивать Поэтому Пушку нам сейчас двигаться Чердейка находится с этой стороны Давай сюда Может с верхотуры шанс больше попасть Мне надо ее убить Я не хочу, чтобы она действовала Если у нее тут столько дофига здоровья То у нее скорее всего, блин Офигительно, какие навыки Этот последний, он не страшный, в принципе А как же укрытие? Я не понимаю Что, укрытие не работает, что ли? Все Так, задирать смогу? Да, могу Серьезно? Офигеть Просто вот ни о чем абсолютно был Вообще ни о чем, серьезно Куда идти? Ё-моё А что, ближе нельзя было Где-нибудь найти Какой-нибудь эвакуационный выход Че так далеко-то, блин? В окно его пихнуть Пусть бежит Кто ходит-то? Зефир ходит? Не, ученый ходит Я думал, зефир ходит Зефир будет ходить уже после того, да? Так, ну она доходит Уже хорошо Поэтому она уходит Ай, блин Не доходишь Тоже, серьезно? Так, откуда они туда будут прорываться? Одно про... Один прорыв здесь получается Вот сюда нельзя было эвакуироваться? То же самое, мне кажется, нет? Один прорыв здесь То есть два места прорыва И все, в принципе, далеко Ммм, давай, наверное, сюда Хоть какое-то будет укрытие Ну, у тебя, в принципе, так за счетом стоит Неплохо, да? А, не доходишь Ну, давай сюда тогда Как можно дальше Так, випа Тоже сюда Окей Так, зефир Блин Зефир не уходит никуда Зефир пока никуда не уходит Так, ну ты, наверное, уходишь Хотя, не знаю Давай попробуем Встать здесь И в наблюдение Хоть кого-нибудь, может быть, буш отбивать Шансы какого-нибудь попасть Это, конечно, минимальные Так, уходишь Блин, не сработало наблюдение Вообще никак Или сработало Царапина О, вип Вип пошел на эвакуацию Отлично Зефир, терминал Все Все ушли Да, это не страшно Это уже поздно, друзья Это уже поздно Все, все сваливают Ну и прекрасно Легко ранен, легко ранен Ученый спасен Разработки этого ученого Обещают увеличить урожай ферм Почти в три раза Если бы не вы Запросили бы огромный выкуп Так, трое захваченных Отлично, проехали Поступление из архивов Никогда не любил набережную Ее обитатели быстренько сдались На милость адвенту В самом начале оккупации Именно местные студии Снимали пропагандистские фильмы В поддержку адвента Было смешно Наблюдать, как резко Они сменили пластинку Когда войну выиграл Ихском Теперь все изменилось Но я все равно Не хочу отдавать деньги тем Кто так легко Продался захватчикам Путеведитель Не лезь Клоповник Город 31 Глазами местного жителя Агент Вёрдж Завершил курс подготовки Меткость Хорошо Плюс один Свободный отряд Минус два Недовольства Время набережная Сбор Улик 35 Эллерия И допрос задержанных Принес 20 единиц Разведданных Набережная Упала до нуля Старый город Вырос до двух Возвышенность Одиного Выросла до трех Так новости будут Я знаю что ты не любишь Говорить о вторжении Но что было потом Ты стал дознавателем Не сразу Сперва меня приставили К известному ученому И что ты делал Заботился о том Чтобы он говорил О нас только хорошее Почеркил Как важно склониться Перед старейшинами Как-то это мерзко В случае неудачи Мы перешли бы к плану B Уничтожили бы всю Разумную жизнь на планете Вердж Ты герой Но мерзкий Не за этого Меньше зло Все равно зло Теперь я хорошо это понял Так А что в итоге Это дает плюс один Я могу нанять Еще человечка Какого-нибудь Нет Так Незанятые агенты Вердж Я вот думаю Вместо Херувим Подожди Херувим конечно Дает хорошую броню Кому-нибудь Какому-нибудь агенту Да Это прям Очень здорово Ай-яй-яй Кого же тогда поставить Там Ну ладно Тогда Верш Пусть Остается здесь Три дня Здесь Недовольство Понятно У двоих Повышение Замечательно Давай сразу Повысим их Так У тебя как раз Выбор есть Генератор Херувим Получает Одну единицу Заряда В конце Каждого Боевого Столкновения Что за Единица Заряда Что она Дает Что за Заряд В конце Хода Боец Получает Просреди Единицу Брони И бонус К частичного Укрытия Даже если Враги Зашли К нему С флангом Дает Частичное Укрытие Союзникам Эффект Закончится Если Боец Будет Атакован Что Дает Заряд Я не понимаю Если честно Так Ну-ка Пока Подождим Но Биография Это Биография Это Не то Херои Накапливают До 2 Один Зарядовка Закрывая Людей Щитом От Вражеских Выстрелов Наличие Заряда Усиливает Некоторые Способности А где У меня Понять Сколько У меня Всего Заряда У меня Всего Получается 2 Атак Он Получает Каждый Раз Ну Блин Я Лучше Б Охрану Сделал Ладно Давай Сюда Все Так Что-то Как-то Мне Пока Нравится Больше Так Повышение Дозвания Младшая Агент Разблокирована Способность Парирования Полученное Благодаря Способности Инерция Дополнительное Действие Можно Потребить На то Чтобы Предотвратить Урон От Следующей Атаки Ага Ну Допустим Так Что у нас В итоге Получается По По Деньгам Да По Карте Так Здесь Это все Временное Да То есть Моментально На карте Появился Кризис Нейтрализации Которая Откроет Доступ К рынку Собирателей Это тоже Все понятно Но Но У нас Остался Один День Я могу Сейчас Бдительность Провести В этом Районе Да Давай Навер Проведем Бдительность Вот здесь Вот Окей Так Найти Пропавший Информатор Установить Контакт С рынком Собирателей Странное Устройство Здесь Получу Деньги Здесь Элирий Здесь Рынок Открою Так Разве Данных У меня Все же Тридцатка Получается Это Что-то Как-то Маловато Ну Наверное Пора Установить Контакт С рынком Свободные Отряды Бесплатные Полевые Отряды Нужны Для Создания А Бесплатный Это Полевой Отряд Бесплатно Создается А Вон Что Михалыч Слушай А лучше Нельзя Его Бесплатно Улучшить Нельзя Его Бесплатно Нет Тут Только Можно Заменить А Нет Могу Улучшить Бесплатно Плюс Пять Разведданных Плюс Тридц Разведданных За Выполнение Задания В этом Районе Это Городской Центр Так А у нас Кстати Разведданные Здесь Можно Улучшить Бесплатно Улучшаю Вот И Сейчас Мы Там Приведем Разведданных Операцию И У нас Будет Разведданных Дополнительно Плюс Пять Разведданных То есть Будет Получается Двадцатка В день Да И Плюс Тридц За Выполнение Задания Вот Это Прям Хорошо Вот Это Прям Я Хочу Давай Тогда Проведем Здесь Один Из Полицейских Информаторов Пропал Без вести Если Мы Должим Полиции Часть Наших Ресурсов Это Позволь Им Сузить Область Поисков Ок Поступление Из архивов Нам удалось Найти Пропавшего Информатора И Эвакуировать Его Не Разблачив Его Легенду Полиция Тридц Первого Очень Нам Благодарна Состояние Проекта Агент Затяжка Докладывает О выполнении Специальной Операции Сбор Средств 40 Элери Получили Потомки Разрабатывают Технологию Которая Усилит Их Психические Способности Мы Не Можем Этого Допустить Уничтожить Их Разработки И положить Конец Экспериментам Ну Это Получается С вами Открыл Я так устала А до полудня Еще далеко А что ты Ела на завтрак Я знаю Чего она не ела Хрусти Хлопья Которая Хлопатся во рту Так точно А почему Они копошатся Это же Генетически Выведенный Черви В крутящей корочке Просто Добавь Теплого Молока И хрусти Какого Молока Из Пячки Червей Выводят Секрет Любого Теплоковерного Мелокопитающего Добавь Одну Каплю И хрусти Звучит замечательно Заманчиво Но я человек Мне нужно есть Мне нужно есть Черви Конечно Хрусти можно есть Почти всем И даже мне Я сказал Почти Сектоиды Ни в коем случае Не должны есть Хрусти Какая досада Но я знаю Что буду есть На завтрак Щедрую порцию Извивающихся Давай скажем Это вместо меня Хрусти Хлопья Копошатся Во рту Пища жизни Накормим Миры Реклама По радио Так Это все Недовольство Понятно Так Операция Завершена Получаем 85 кредитов Хорошо Давай наверное Отправить Это что Гуманитар На помощь А Снижать Недовольство Улучшив Полевые Отряды Каждого Типа До Второго Уровня Вы Разблокируете Ряд Специальных Операций С уникальными Эффектами Ага Так Ну Это Понятно Я наверное Сейчас Сделаю По Развед Данным Так Здесь Пока Еще Все Это Производится На Карте У нас Чисто Получается Открывается Сюжет Я Провел Там Операцию Но Почему То Я Не Получил Развед Данные Мне Как Было Здесь 30 Так И Осталось Что За Бред Непонятно Ладно В общем Друзья Продолжим Да с вами Мы уже В следующий Так что На сегодня Все Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вступайте В группу Вконтакте Ссылочки Под видео С вами Базар Бабай Спасибо За просмотр Увидимся В следующих Прохождения Всем Пока